Всем доброе утро, сегодня понедельник, 27 марта. У нас очень тепло, смотрите, весь снег почти растаял. Ну, лед, конечно, еще есть, смотрите. Чуть-чуть лед есть еще, но он очень тонкий. Тоже скоро уже растает. Снега почти нет, и слава богу. Смотрите, вот цветы мы привезли с Досовской квартиры, вот они все. Бабушка их пересадила, какие-то пересадила, какие-то вот. Причем красивенькие. Это денежное дерево, по-моему, а вот это алоэ, колючка такая неприятная. Вот, это тоже какой-то Вовин цветок, если я не ошибаюсь. Но что-то Вова его так и не забрал, то есть сколько времени уже прошло, Вова так его не забрал с квартиры. Вот. Так, ну что, в принципе, все, что бабушка просила, я сделал. Пропылесосил. Все, я сейчас пойду домой. Она-то сама у нас дома, вот. Чуть на кухне проветрил, надо закрывать. Для нас, видите, для нас 15 градусов уже жара. Господи. Тут же люди старые, вот такие еще, видите. В общем, вот. Так, я бы, конечно, постирал. Я бы, конечно, постирал. Ну, блин. Я не знаю. Лучше, конечно, я постираю либо завтра вечером. Либо завтра вечером. Либо бабушка сама сегодня вечером поставит. Вот. Потому что сейчас мне не до этого, честно говоря, вот. Лучше вот так вот сделать. Ну все, я пропылесосил, в принципе, ковры. Здесь она помыла вроде как линолеум. И там ковер тоже я пропылесосил. У нас, потому что, видите, у нас... Господи, что мы на голове? У нас, потому что в марте никогда не было такого тепла. Вообще никогда. То есть у нас в марте там плюс один, плюс два, плюс пять. Ну что, 15? Это вообще. Поэтому для нас 15, это вообще тепло. Тем более для марта. Это вообще... Блин, я привык, когда у меня длинные волосы были, я их вот так вот делал. И они у меня назад. А сейчас у меня они короткие. И я не могу так уже сделать. В общем, вот. Даже куртку, честно говоря, застегивать не хотел. Но все, застегну. Все-таки застегну. Так, ключ. Иди ключ, ключ на кухню. Ну ладно, сейчас опять первого числа апреля я посмотрел. Опять ночью минус два будет. Поэтому еще рано радуемся. Вот. А так, ну вроде более-менее тепло. Завтра на дачу опять поеду. Все равно в школе никуда делать нечего. На дачу поеду. Не знаю, на чем буду стирать. Я еще посмотрю, какая вода. Если вода будет говняная, то буду стирать на Канде. Потому что Самсунг жалко. Вот. Блин, зарядник забыл. Собака разуваться придется. Потому что вода пока что еще говняная. И на Самсунге этой говняной водой стирать мне жалко. Очень Самсунг вот. А Канде, господи, насрать на нее вообще. Попробую поменять на ней ремень. У меня там есть один ремень. Если он подойдет по размерам, то поставлю. Помните, у меня была Самсунг такая вот как VFF862. Такая вот простая моделька. Тоже хорошая модель. Но она уже более усовершенственная. То есть это... Она намного моложе, чем Самсунг-Церфакт. Вот. И я ее разобрала на запчасти. Потому что там были проблемы с платами. И не хотелось ремонтировать. Вот. И, короче, у меня от нее осталось много запчастей. Которые я не продал. Которые у меня лежат. И я вот эти запчасти, короче, хочу... Даже когда ремонтом будут заниматься стиралок вот этих... Вообще любых. То есть скупать там что-то будут. То... Ну, видите, проскальзывает. Ремень проскальзывает. Неприятный звук исходит. И поэтому, если я поменяю ремень, она будет нормально стирать. То можно, в принципе, ее вообще продать. На неплохие деньги, я считаю. Избавиться от этого говна навсегда. Уже чтобы вообще она мне глаза не мозолила. Потому что не могу я ее терпеть. Вот. И что? И уже закупать новые машинки. Уже ремонтировать. Поднимать деньги. То есть, ну вот. В общем, вся вот эта схема. Махинационная схема, вот эта, которую... Ну, не махинационная. Нет, это как бы... Почему эта махинационная? Нет. Обычная схема, господи. Это обычная схема минимального, так сказать, предпринимательства, что ли. Как это обозвать? В общем, культурненько как это обозвать, не знаю. Вот. В общем, моя схема в том году, она очень хорошо мне помогла с деньгами. То есть, я купил лыжи на эти деньги, которые я поднял. И поэтому считаю, что в этом году тоже у меня все получится. Почему данная схема не работает круглый год? Да потому что у меня нет места, чисто территориально. У меня нет места, то есть, только в гараже. А в гараже зимой как бы холодно. У меня отапливаемый этот гараж. Дачный гараж. Вот. Дома просто, ну вы знаете мою квартиру, там у меня все так расставлено. Все везде места продумано, как бы под каждую вещь. Ау! Не приноси, Аня, надо разобраться. Аню? Не приноси. Ладно, давай. Так. Аню домой надо звать. Аня на велике катается сейчас. Вот. На студии у нее у нас. Где она там? Вон она едет. В общем, короче, не получится. Такую схему круглый год проворачивать, потому что гараж неотапливаемый. А дома у меня места все везде прогадано. И что-то новое добавлять будет очень тяжело. То есть, потому что квартирка небольшая у нас. Вот. И... А стиралка как бы вещь объемная. И не до этого. Место надо очень долго продумывать. То есть, балкон как бы у меня тоже просторный. Но видите, то что на балконе тоже круглый год отопления нет. Поэтому, вот. Тимошенька опять развалился здесь. На моем стуле. Все, время 15.40. Сейчас выхожу уже. И зайду в магазин. Фикс прайс, скорее всего. В семи парке. Потому что мне нужно закупиться средствами для себя, для деда и для дачи. То есть, вот. Нужно прям глобальную закупку сделать. Девушки, ну посмотрите. В городе уже асфальт. Все. Везде асфальт. Можно спокойно на самокате уже везти. Вот там вот, знаете вот, в таких вот углах, которые, на которых солнце не падает. В них, конечно, бывает еще снег. А так уже все растаяло, в принципе. Но это в городе, конечно. Это, конечно, только в городе. Потому что вы, когда мы на дачу едем, там же после города два километра леса. И вот в этом лесу, там еще снег до сих пор. Там до сих пор снег. Поэтому не везде вот так вот, как сейчас в городе. Так, ну что, время, собственно, уже восьмой час. Мы нагулялись. Я сходил до фикс-прайса, закупился средствами. Закупил средства себе, деду и на дачу. В общем-то, общая сумма где-то на полторы тысячи я закупился. Ну, я считаю, это очень даже нормально. Учитывая количество купленного. То есть, да, и как бы тот факт, что там были средства от Procter & Gremble. Ой, извините. От Procter & Gremble. То есть, я купил два тайда себе, деду. Вот, и купил персил в коробочке с новым дизайном. Вот этот на дачу. Но он в коробочке, то есть там на дре стирки буквально. Вот так. Ну, что, хочу показать покупки, в общем. Слушайте, ну, еле как-то тащил, честно. Тащил все это на своих двоих. Тащил в рюкзаке, потому что у меня больше вариантов не было. Вот, ну, конечно, пакет у меня был, но я решил в рюкзаке. В общем, по полторы тысячи, повторюсь, я закупился, но купил я не все себе. Что-то я купил деду, что-то я купил на дачу. Вот я не понимаю, что это за новый дизайн такой у персила. Почему он вот так вот? Ну, пахнет персилом, вроде как. В общем, короче, вот персил на дачу в коробочке. Вот. Сейчас на лыжи буду расставлять. Персил в коробочке. Домой. Это на дачу. Домой я купил пластины для стирки. Я так понял, корейской технологии какой-то. Вот такие пластины для стирки и салфетки. Отбеливающие. В общем, я раньше в Аберликовске салфетки покупал, а сейчас купил вот такие. Но я так понял, это именно отбеливающие. То есть не просто для стирки. Вот. Короче, это белорусские, это по корейской технологии. Ну, пошел вот так вот. Так. Это домой я купил. Деду купил кондиционер Е детский. Ну, такой же запах. Сколько лет они происходят, этот, наверное, запах не меняется. Так. Это тоже купил деду гель. Велор какой-то. В фикс-прайсе недорогой был, 124 рубля все. Так. И купил тайду. Два тайда. Один себе, другой тебе. Вот. Так. Еще кондиционер. Кондиционер себе. Е. Вот такой тоже делюкс. Хороший. Ой, обалденный запах. Обожаю вот этот Е делюкс. Вообще самый любимый мой. Наверное. Так. И последнее спецназ. Это у меня. Последний кондиционер. Флекси. Вот этот. Цветок океана. Это на дачу. Вот. Что-нибудь как пахнет? Интересно. Потому что я уже брал такой зеленый. Сейчас взял синенький. Честно говоря, говно запах. Блин, вот опять вот видите, не понюхал в магазине и все уже. Ну ладно, может потом разнюхаю. Разнюхаю. В общем, сначала, знаете, первое впечатление запаха, как будто хозяйственное мыло. Будто реально хозяйственное было. Вот так. Вот это все на полторы тысячи. Ну тут скорее видите, тайды дорогие. Очень дорогие тайды. Вот. Так в принципе, ну нормально. То есть если бы я брал какой-нибудь ушастый нянь, то вышло бы рублей на 200-300 дешевле точно. Потому что, ну вот, 350 рублей один тайд. Считайте, вот 350 плюс 350 это 700 рублей только тайды стоят. То есть 700 рублей только тайды стоят. Прикиньте, вот такие цены у нас. Я понимаю, конечно, что так сейчас везде, но в общем... В общем, вот. Персил, ну... Я все равно на даче, знаете, вот у меня Мара в коробке на даче. Я эту Мару использую с лета, по-моему. То есть, ну, не особо как бы используются. У меня так порошки на даче долго. То есть, ну я же не каждый день там стираю, как дома. Вот. В общем, вот такие покупки.